Привет, друзья! Нам снова удалось сделать Андрея Мордасова депутатом, и не только его одного. Все уберите вот такие действия? Нет, нет пока, сейчас уберите. Вброс, не законные действия, вброс бюллетеней. На избирательном участке номер 4052 в городе Сергеев Посад камерами видеонаблюдения был зафиксирован момент вброса избирательных бюллетеней. Это бюллетени вбрасывал председатель, мы тормознули. В связи с этим территориальной избирательной комиссией Сергея Посадского района принято решение об отмене итогового голосования на указанном избирательном участке. Вы должностное лицо, вы находите сейчас при исполнении своих обязанностей, вы не можете запретить мне себя снимать. 15, 16, 17. Можете нас поздравить, мы сделали Андрея Мордасова снова депутатом, и не только его одного, но и еще двух членов его команды, которые прошли по списку от «Единой, от справедливой России». Да, практически это одно и то же, вообще «Единой России», «Справедливой России», «КПРФ», «ЛДПР», но в данном случае, в данный политический момент, в данную избирательную кампанию, люди, голосовавшие за «Справедливую Россию», голосовали не за какого-то там, не за партию, а за Андрея Мордасова, за человека, который возглавлял список партийной этой организации, благодаря чему нам удалось не только сагитировать людей, которые пришли и имели возможность непосредственно за Андрея проголосовать на избирательных участках в 10-м избирательном округе нашего большого района, но и на каждом избирательном участке вообще во время выборов, проголосовав просто за «Справедливую Россию», за партийный список, в котором Андрей шел под первым номером, и таким образом нам удалось добиться того, что существующие голоса распределились так, что «Единой России» по партийным спискам досталось 4 депутата, а «Справедливой России» 2. Ну, Андрей, смотри, мы же знаем и верим в то, что не все за нас решили, и многое зависит от нас. И каждый раз людей как раз-таки убеждаем в этом своей активной позиции, своими победами. И все больше людей, каждая наша победа воодушевляет и разбивает вот этот гнилой, абсолютно мерзкий стереотип, что не надо не ходить, все вбросят, все расписали, все решили. Да кто решил, что «Справедливая Россия» три голоса возьмет, что Мордаться опять снова пройдет? Его не для этого лишали полномочий, чтобы потом он снова прошел. Да и понятное дело, что это мы решали уже, а не там где-то решали. Явка на самом деле была выше, чем обычно, порядка 25%, хотя она в реальности была процентов 15, потому что народ был очень мало. 10% я думаю, это явка именно за счет цифр, которые получились благодаря вбросам. Вот, тем не менее, печалиться повода я вообще не вижу. Надо работать с тем, что мы имеем, вот, а мы имеем трех депутатов, вот, вместо ни одного, или вместо одного, который мы планировали, результат, который мы рассчитывали и старались, потому что борьба была очень жесткая, в том числе она не только происходила в публичном пространстве, шла и подковерная борьба, и шли и намеки, и просьбы, и уговоры о том, что только не Андрей Мордасов, как бы, и давались установки, что, блин, если вот он изберется, то все, вам всем трындец. Вот, тем не менее, удалось отвоевать, и я благодарю каждого читателя альтернативной газеты, кто пошел и проголосовал за Андрея и за справедливую Россию. Две трети совета Единой России, одна треть не Единой России, но, когда говорят о результатах, я всегда говорю, что надо смотреть, какие у нас были ресурсы, то есть, чем мы могли бороться. На данный момент вот все начиналось, в принципе, неплохо, у нас была и одна парламентская партия «Справедливая Россия», и не парламентская «Яблоко», и два сайта там, и прочее, но вот возникли какие-то, я не знаю, разногласия внутри, и нам пришлось фактически с самим бороться. Ну, я сейчас говорю про справедливую Россию, я сейчас не буду разбирать другие партии, пускай там руководители сами расскажут о своих успехах. Вот, и чем мы туда вошли фактически к этим выборам? Да фактически ничем. Я так смотрел, некоторые депутаты, ну, так вот, потихонечку, там, куларно, по два миллиона вложили, по три миллиона вложили на одну, в избирательную комиссию, плюс там адмиресурс какой-то, да, в этой избирательную компанию, на свой округ. Мы входили, работая на результат партии по всему району, не имея ровным счетом практически ничего, там, какие-то небольшие накопления, там, кто-то там друг другу помогали по мелочи, и все. И на самом деле, то есть, ну, и рейтинг партии «Справедливая Россия», последние выборы, там, если посмотреть, я сейчас не помню точно, порядком трех процентов. То есть, мы заходили фактически с нулем. То есть, была фактически фамилия Андрея Мордасова, которого все знали, ну, и партия, у которой, в принципе, ну, я ее называю «Справедливая Россия» «Чистый лист». Она вроде и ничем не оскандалилась у нас в районе, ни в чем мерзком таком не была. Ну, и как бы, я не знаю, особой популярностью она не пользуется. Вот, то есть, некий «Чистый лист». Вот мы из этого «Чистого листа» за буквально там 4-5 месяцев по назначению меня руководителем сделали, добились, вот такого результата. Безусловно, у «Единой России» большинство, вот, и это прискорбно. Возможно, было бы не допустить этого, если бы у нас было бы больше ресурсов и больше фарта. Вот, ресурс, я имею в виду, финансовый и организационный. Нам не хватило денег и людей, чтобы закрыть все участки вообще во всем, во все 153 участка хватило только на то, чтобы закрыть 10-й округ намертво, потому что, вы знаете, вброс, фальсификации, попытки вбросов, они были. Даже крайнее видео у меня на канале, оно именно про вброс на одном из участков во время выборов в Сергиевом Посаде. И эта ситуация, благодаря широкому освещению, и в том числе в СМИ, вот, дошла до ЦИКа. Вот даже Элочка Людоедочка его прокомментировала, вот, сказала, какие же идиоты там, блин, в Сергиевом Посаде занимаются вбросами, прямо под камерами, вот. И несмотря на то, что нас чиновники, в том числе от избирательной комиссии, убеждали с областного уровня, да, есть там такой Илья Березкин, возглавляет ИКМО избирательной комиссии Московской области, он уверял, что никаких вбросов нету, что это не бюллетени, а бумаги, похожие на бюллетени, да, с которыми, значит, наблюдатели задержали председатель, что, вот, где были проставлены галочки за кандидат от Единой России Владимира Корощенко и за саму Единую Россию, вот. Но, тем не менее, выборы, они все-таки на этом участке отменили, и в брошенные бюллетени не пошли в зачет этого кандидата, хотя он стал все равно депутатом, потому что, видимо, в какой-то другой момент, значит, все-таки удалось за него вбросить или как-то приписать. Скажите, пожалуйста, а где у вас наблюдатели? Вот наблюдатели. А это какой партия вы наблюдатели? Здесь не секрет. Секрет. Почему? От Единой России, что ли? Стыдно признаться. Я поставил себе цель, я должен пройти одномандатникам. Если я лидер партии, если я известный человек, если я был депутатом даже хотя бы два года, а некоторые были у нас депутаты по шесть лет, по десять лет, и я не должен, извините, на хребте, на горбу партии вползать в совет, я должен пройти, извините, выбить ногой дверь. При поддержке жителей я выбил эту дверь. Вот это коррупции, беспредела, фальсификации, адморесурсов, бюджетников, которых нагоняли и прочее. Вот мы эту дверь выбили. Я, кстати, единственный руководитель партии оппозиционной, который прошел именно сам, не цепляясь за результат. Вот это была как раз моя цель, и я боролся, потому что для меня было важно. Понятное дело, что если бы я пошел от партии, мне бы нам никто ничего не сказал, потому что все прекрасно знали, что это результат Андрея Мордасова. И вот на моем округе, я тебе давал интервью, сказал, от 20 до 30 процентов. Я посмотрел, 30,5 процентов. Вот и на результат партии «Справедливая Россия». То есть от 20 до 30 процентов по всему району. То есть в некоторых районах, округах у нас 3 процента. То есть понятное дело, что нас там просто нагло обворовали. Но с другой стороны, мы просто не закрыли эти участки. Потому что, ну вот посчитай, я считал, что даже один наблюдатель не сможет предотвратить фальсификацию. 2-3 наблюдателя. 3 умножить на 157 избирательных участков. То есть у нас получается практически полтысячи человек. Плюс надо иметь запасных, потому что вот у меня прямо накануне выборов из семи участков, где было по 3 человека, двое оказались там семейные обстоятельства, включая один мой близкий родственник, он просто не смог. Ну ребенок заболел, просто температура поднялась. То есть надо еще иметь из этих там 480 человек, нам надо человек 50-70 запасных. Ну мы прекрасно понимаем, что это должны быть бригадиры, это должны быть команды, это должны быть проверенные люди. Потому что мне писало довольно много людей, которые говорили там, как заработать денег, мы готовы посидеть никому неизвестных. Ну мы не знали бы, как эти люди повели. И вот к некоторым моим наблюдателям, я сейчас не буду говорить кто, приходили люди в день выборов и предлагали деньги. Причем хорошие деньги, и там было и 10 тысяч, и 20 тысяч. И эти люди никто, никто не ушел. Вот что важно, вот она наша команда, вот на кого мы как раз кооперируемся. И я хочу сказать, вот пришел один кандидат, и вот он говорит, ну вот как-то у меня не получилось закрыть, ну из моих участков. Я говорю, а почему не закрыть? Ну вот как-то они говорили, что там вот, нам надо там минимум 3 тысячи наблюдателей. Я говорю, что это за наблюдатель, который просит 3 тысячи? Вот у меня люди, они просто вот отказывались. Они говорят, мы бесплатно. Кстати, у тебя на странице вот один написал из ребят активных, он сидел, он говорит, я пришел работать бесплатно, я ничего не буду брать. И моя цель как активного гражданина, чтобы был депутат, которого я потом спрошу. И в этом плане я хочу сказать, что, ну вот жителям, что нам надо определиться. Потому что зачастую говорят, вот там плохой депутат там продал, продался. А что тогда? Надо говорить и про жителей, извините, которые вот у нас в Загорских Далях, там некоторые бегали за 500 рублей за 1000 голосовать. Там и в других кто-то за водочку бегал, еще чего-то. А чем вот эти жители, которые за 500 рублей бегают голосовать, лучше тех депутатов, которые там продаются, я не знаю, за 50 или за 500 тысяч рублей. Понимаете, это, мне кажется, вот связка, такие же депутаты, как и такие же жители. А у нас другие жители, у нас другая аудитория, которая приходит, говорит, я наблюдатель, я буду бесплатно сидеть до ночи и не возьму никаких денег, не дам сфальсифицировать. Вот мы базируемся на этих людей. Таких людей становится больше, потому что они видят, им интересно с нами, а нам интересно с ними. А конечная работа этих людей и этих депутатов является положительный результат. Как сквер там научить, закрыты алкогольные магазины там, отбитые какие-то полномочия там или интересы жителей. Безусловно, можно говорить, что, блин, один в поле не воин, или там три это все ерунда, или то, что там справедливая Россия, как партия, там полное фуфло, что все вот эти вот отговорки от людей, которые лишь бы вот ни хрена не делать, типа с гордым видом каким-то там стоять где-то в углу и как бы делать вид, что тебе что-то не нравится. Я предпочитаю все-таки действия. Я предпочитаю и Андрею в том числе лучше что-то делать, чем просто, не знаю, там выражать своим каким-то молчанием, какое-то несогласие, там показывать какую-то брезгливость. Блин, от этого точно, от стыда единороссы не помрут и видя, как люди на них президентно смотрят, точно не развернутся и все не бросят. Единственный вариант это их, мне кажется, призывать как можно больше людей верить в то, что можно изменить что-то самим. Понятно, что есть выборы без выбора, и я иногда призывал вообще на них не голосовать и быкотировать как президентские выборы. Есть выбор, когда... Точнее, есть все-таки возможность добиваться того, чтобы твоих кандидатов, нужных тебе, регистрировали, а потом еще выбирали и как бы делали депутатами. Вот, не знаю, какой на самом деле масштаб сбросов, но на тех участках, на которых был я и те участки, с которых я сейчас получил данные, говорят о том, что у нас все нормально. Оппозиция побеждает в партии власти, и это круто! 1, 2, 3, 4!